Одна из ключевых строек Пытьяха находится на завершающей стадии. Готовность ВОЗ-3 превышает 96%. Такая информация прозвучала на профильном координационном совете в правительстве Югры. По графику срок окончания работ по новому контракту до 20 декабря текущего года. Котельная работает в штатном режиме, на объекте обеспечено теплоснабжение, доложил глава Пытьяха Александр Морозов. Итоговая проверка службы жилстройнадзора запланирована на 31 октября. До конца ноября планируют дать воду. У строителей, работающих в здании новой Малиновской амбулатории, осталось не так много задач. Завершить укладку облицовочной плитки на полы и стены, собрать подвесные потолки, закончить прокладку вентиляционных коробов, установить уже закупленные сантехнику и двери. Учитывая набранные темпы, подрядчик планирует в течение месяца полностью подготовить объект к сдаче в эксплуатацию. Врачебная амбулатория включает в себя терапевтическое отделение, то есть это будет терапевт и фельдшер. Также будет разделение у нас по детскому, кабинет здорового ребенка и прием больных детей. Физкабинет будет организован. Кабинеты доступные, комфортные. Также будут кабинеты для принятия анализов. Предусмотрен в новой амбулатории и кабинет вакцинации. Причем все сделано для того, чтобы к любому из докторов могли беспрепятственно попасть на прием, в том числе и маломобильные группы населения. Кадровый состав медучреждения будет сформирован из прежних, хорошо знакомых жителям Малиновского специалистов. Сегодня идут переговоры о том, чтобы прикрепить к новой амбулатории и пациентов соседнего поселка Юбилейный. Я думаю, что руководство Пионерской районной больницы пойдет нам навстречу. Необходимо, чтобы не только детское население поселка Юбилейный, но и взрослое население получали медицинские услуги именно в пределах нашей амбулатории. Стоит отметить, что строительство амбулатории ведется за счет средств самого застройщика – общества с ограниченной ответственностью «Дружба-Н». По завершению всех работ окружной департамент имущества проведет ценовую экспертизу реализации проекта и затем будет решаться вопрос о выкупе здания для нужд муниципалитета. Кроме того, объекту необходимо будет пройти лицензирование на осуществление медицинской деятельности. Все эти вопросы и процедуры находятся на постоянном контроле депутата региональной думы Андрея Судчука и, по всей вероятности, будут урегулированы еще до конца текущего года. Ну а в первой половине юбилейного для Малиновского 2023-го полностью укомплектованная всем необходимым поселковая амбулатория начнет принимать своих пациентов. Мясные молочные продукты, фрукты, овощи, печенье, соки, разнообразные консервы и многое другое – все это в преддверии распутицы завезли в магазин в увеличенном объеме. Запаслись и мукой как для жителей, так и для пекарни. Мы привыкли к распутице, нас все устраивает, нам нравится, тишина, покой. Работы хватает, что в распутицу, что без распутицы. Свежий хлеб у нас каждый день, выпечка свежая. Все как всегда в штатном режиме. Мука завезена, консервы завезены, мясное. Цены держать стараемся снижать, не завышать. Практически у нас всегда цены хорошие. Даже приезжают с Мегиона, с Ваты, нас хвалят люди, что у нас приемлемые цены. Запаслись продуктами и в школьной столовой. Здесь, независимо от времени года и погодных условий, дважды в день кормят школьников. Завтраки и обеды составлены с учетом потребностей растущего организма. Меню полноценное, разнообразное. Мы заранее готовились к распутице. Продукты завезены все в полном объеме. Скоропорт, фрукты, овощи. Более 800 литров молока завезено. Более 800 килограмм картофеля завезено. Морковь, лук. Все есть. Фрукты, апельсины, яблоки, йогурт, сыры, масло сливочное. Все есть. Распутица для пакурян – дело привычное. Коммунальщики заранее завозят топливо. Здесь всегда есть его неснижаемый запас. В среднем за отопительный сезон уходит порядка 800 тонн нефти. Первую партию завозят по воде. После наступления холодов, когда открывается зимник и ледовая переправа, по сезонной дороге. Хватает нам резервов 480 тонн, который полностью перекрывает. Хватает до начала января месяца. То есть это 20 декабря, 10 января у нас полностью уже осуществляется второй завоз. Это уже на весенний период. К Распутице готовят и баржу, которая все лето курсировала по маршруту стареца Ватинской протоки Покур. С весны до середины осени она регулярно доставляла жителей к месту назначения. Впереди зимовка. В это время здесь проведут ревизию, плановый ремонт и будут готовить судно к новому сезону. Зимой мы все закрываем, все огни, все это, вентиляцию все затыкаем, чтобы снег не задувало, машинное отделение. Потом в машинном отделении все зачищаем, ну где какие, немножко там масла, мазута, все это убираем, чтобы было вообще чисто идеально. Потому что могут быть сварочные работы, чтобы ничего не загорелось, если что-то делать, там трубу какую-то варить. Потом с отопления спускаем воду, откачиваем все, протираем, зачищаем, все закрываем, сдаем рации, пинокли. В следующем году баржа выйдет на воду в мае. Именно тогда традиционно в Нижневартовском районе открывается навигация. Зимой, когда установятся стабильно низкие температуры, откроется дорога по зимникам и ледовым переправам. До этого времени добраться в Покур можно будет лишь по воздуху. Алена Новик, Леонид Мальковский, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района, Покур. Специально для Югра-24. Спустя три с лишним месяца после заключения контракта с подрядной организацией, на месте строительства наконец вырисовывается более чем наполовину готовый объект. Одно из главных изменений состоит в том, что здесь появился полноценный автомобильный проезд, ведущий к прогимназии «Созвездие» и в жилой комплекс «Парковый». На сегодняшний день у нас уложено асфальтобетонное покрытие 1500 квадратных метров, установлен бортовой камень 300 метров, переустройство проведено сети тепловодоснабжения, также электрических сетей. Автомобильный проезд рассчитан на двухстороннее движение. Он 7 метров в ширину и 170 метров в длину. Дело приближалось к строительству долгожданного тротуара, который обеспечит пешеходам более безопасный путь к школе-детсаду. От проезжей части 2 метра зеленая зона, дальше тротуар пешеходный. Ширина будет 2 метра 25 сантиметров, длина 140 метров, заполнение будет тротуарная плитка. Прокладка тротуара завершится до конца октября. Такой срок обозначил представитель подрядной организации «Строй Альянс» в диалоге с главой Пытьяха, прибывшим проконтролировать исполнение проекта. Обсудив рабочие моменты, Александр Морозов прокомментировал причины затянувшегося строительства, которое должно было завершиться в конце лета. По информации главы города, поиски подрядчика велись с мая, но 5 проведенных аукционов не состоялись, и только в июле определился исполнитель проекта. Чуть больше месяца оставалось. В 20-х числах июля был заключен договор. Поэтому мы понимали, на что мы идем. Но здесь понимание должно быть. Мы должны добиться определенного результата. Для нас это важно, что мы взяли в этом году этот объект и закончили. Потому что два года жители непосредственно обращались непосредственно ко мне и к губернатору по решению этого вопроса. В итоге с опозданием, но реализация проекта продвигается. По оценке на 24 октября, на объекте выполнено около 70% необходимых работ. На данный момент по тепловому режиму подрядчик может проводить строительно-монтажные работы общего курса. То есть это как укладка асфальтобетонного покрытия, так и устройство тротуарной дорожки. До минус 6 градусов можно спокойно укладывать. На сегодняшний день ежедневно контролируется строительно-монтажные работы куратором МКУ «УКС». Контролируется как ход работы, так и качество выполнения работы. Подрядчик работает и в выходные, и в будние дни. Далее по плану устройство тротуара, озеленение и установка 6 опор освещения. По информации Управления капитального строительства, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 22 миллиона 400 тысяч рублей. Лилия Матиенко, Данил Илебаев, телекомпания «Пытьях.Информ». Не менее тысячи югорчан поучаствуют в конкурсах профессионального мастерства, речи о состязаниях для госслужащих, студентов и старшеклассников, которые стартовали 25 октября. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в РИЦ. Таким образом, в округе определяют так называемый интеллектуальный молодежный резерв. Среди конкурсов Олимпиады для школьников. Это тест из 60 вопросов о знании истории России и Югры, теории государства и права, основах Конституции и так далее. Вопросы составлены с учетом уровня старшеклассника. Задания несложные, но и непростые. По итогам будет отобрана лучшая двадцатка школьников. Далее они будут решать кейсы. Профессиональные пробы школьников на базе Политехнического колледжа продолжаются. Сегодня юные нефтьюганцы знакомились еще с тремя направлениями. Первым делом мы заглянули в лабораторию, где ребята, облачившись в белые халаты, самостоятельно, путем химической реакции, получали мыло из натуральных ингредиентов. Мы готовили мыло из разных масел и кислот. Творческая деятельность, конечно, была. Выбрать цвет, форму, все это раскрасить, разлить. Как для меня будущие предметы – это химия, физика, биология. Ярослав пока еще не определился с будущей профессией, но точно знает, что хочет связать свою жизнь с наукой и считает сегодняшний опыт очень полезным. А также не отрицает присутствие творческого начала даже в научных делах. Так, ребята, все готово. Все готово, все получили нужную цветовую гамму. Теперь собираем наше мыло. Творческие навыки пригодились ребятам и в мастерской поваров-кондитеров, где кураторы предоставили им возможность оформить уже готовые имбирные пряники. Мы глазурью обливаем пряники, рисуем на пряниках. Я либо хотела стать пилотом, либо же поваром. Пилот много путешествует, летает. Повар готовит вкусную еду, то есть разные рецепты блюда. Я готовил пуре картофельное с котлетой. Школьникам опыт работы в поварской сфере понравился. Их эмоции и впечатления не укрылись и от наставников. Они когда зашли, у них было сразу, что «Вау, куда мы попали?» Так интересно. И получается, они же сразу это пробуют, свое изделие. Это еще больше их заинтересовывает. Да, кондитер должен обладать художественными талантами. То есть у нас должно быть сочетание цветов обязательно. У нас есть техника рисунка, потому что мы же оформляем кондитерские изделия. А вот в мастерской машиностроения места для творчества нет. Здесь важен исключительно точный математический расчет. Задача стояла следующая. Вместе со специалистом необходимо было подготовить рабочую и отлаженную программу обработки деталей на станке с числовым программным управлением. Так, видите, что у вас идет моделирование. Следующее идет выбор. Подожди, минуточку, пусть моделирование дойдет. Руками поработать не удалось, только головой. Ведь человек в этом деле выступает лишь в качестве оператора. Нам поставили задачу запрограммировать машину для отточки материала. И мы с помощью математических расчетов там нужно было что-то измерить, что-то вписать. Это сделали. Мне нравятся расчеты и программирование. Отрадно видеть, что школьников интересуют совершенно разные направления. Проект «Билет в будущее» помогает ребятам не только попробовать себя в разных сферах, но и найти что-то свое. Мария Пейль, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Библиотека – третье место на селе. Это стало реальностью благодаря модернизации Леушинской библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Пользователи библиотеки имеют доступ к многомиллионным фондам электронных читальных залов, национально-электронной и президентской библиотек. Также организован бесплатный доступ к крупнейшему сервису электронных и аудиокниг «Литрес». Каждый желающий может взять интересующую книгу и расположиться в удобном для него месте. В последние два года, до и после модернизации, фонд библиотеки значительно пополнился новыми книгами. В библиотеку всегда приходит много детей. Здесь ребята могут получить навыки общения со сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить свой досуг. Библиотека в своей деятельности ориентирована на население, его интересы и задачи. Именно поэтому было принято решение создать на базе Леушинской библиотеки комьюнити-центр. Что такое комьюнити-центры? Это сообщество людей, занимающихся одним общим делом. Вот мы на базе своей Леушинской мобильной библиотеки организовали, образовали сеть сообществ. Начинаем работать в этих направлениях. И вот, пользуясь случаем, мне хотелось бы обратиться к населению, сельского поселения, Леуши к людям, к детям, чтобы они к нам откликнулись на наше предложение, шли к нам в наше сообщество, потому что у нас действительно очень интересно, очень заманчивое предложение. На шарики, на шарики! Мы можем сделать круг, когда пойдем на север, когда пойдем на юг, а можем повернуться и двинуть на восток, и с запада вернуться на собственный порог. Есть океан на шарике, в нем держится вода. И не стекает шарик, а пристает никуда. И корабли не падают, а ходят чередой. На шарике, на шарике, окутанным водой. И мы живем на шарике со всех его сторон. И никуда не падаем, хотя и круглый он. Заявка на всю страну и бесплатный бизнес-тур. Такие бонусы ожидают победителей конкурса на лучший социальный проект года. Югорчане могут принять в нем участие. Это состязание – способ заявить о себе на весь округ и за его пределами найти новых деловых партнеров и клиентов. Сейчас проходит региональный этап конкурса. К участию допускаются предприниматели и некоммерческие организации Югры, информирует фонд «Мой бизнес». Каждый гарантированно получит подарочный набор, полезный руководителю социального проекта. А лучшие еще отправятся в бизнес-тур больше, чем путешествия. В рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Добавлю, заявки на конкурс принимаются до 7 ноября. Девять лангипасских поисковиков присоединились ко всероссийской акции «Вахта памяти-2022». Активисты клуба «Обелиск» приняли участие в очередной экспедиции и побывали в местах, где проходила Сталинградская битва. К слову, юноши не первый раз принимают участие в подобной акции. Для лангипасских поисковиков это уже 43-я по счету. На протяжении трех недель парни искали останки и места захоронений советских воинов на территории былых боев. Из окопов, траншей, бомбовых воронок, блиндажей были извлечены останки 31-го советского воина. Из них один младший лейтенант, один старший лейтенант и остальные солдаты и сержанты. И несмотря на то, что был обнаружен смертный медальон, он был разбит пулей, к сожалению, и ложка с инициалами, полные данные солдат установить не удалось. Во время раскопок лангипасские поисковики подняли также личные вещи солдат. Каски, штыки, противогазы, фляжки, кружки, ложки, очки мотоциклиста в футляре и многое другое. Там же юноши обнаружили останки двух немецких солдат пехотной дивизии с личными опознавательными знаками. Это моя четвертая экспедиция, вторая, выезд в Волгоград. Самая продуктивная, наверное, за четыре экспедиции. Подняли 31 советского солдата и двух немцев. Лично я нашел 105 миллиметров артиллерийский снаряд и 80 миллиметров, скорее всего, бронебойка. Мне каждая экспедиция нравится тем, что я получаю некий опыт. Несмотря на то, что я уже ехал как инструктор, но я с каждой экспедиции получаю опыт некий, где-то в чем-то новое. И я много чего интересного нашел. Вот тоже с самой винтовки двух. И так постепенно. Но самая драгоценная находка – это боец советский. Все обнаруженные в ходе экспедиции останки зачищались археологическим способом. Фотографировались на месте обнаружения и затем аккуратно выкладывались на баннерное полотно. А наиболее опытные поисковики заполняли протоколы раскопок и эксгумации. Настоящий поисковик должен быть патриотом и знать и любить историю своей страны. Ну, а остальное приходит с опытом. Теперь музейную коллекцию Лангипасского центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи выполнят около 40 экспонатов, которые поисковики привезли с полей сражений. Валерия Ружицкая, Владимир Чебодаев, телекомпания «Лангипас» специально для телеканала «Югра». Югорчане готовятся к большому этнографическому диктанту. Он проводится в канун Дня народного единства. В онлайн-формате тест доступен в течение нескольких суток по 8 ноября на сайте www.miretna.ru. Предусмотрен и очный формат на разных площадках. Так, 3 ноября в полдень Музей природы и человеков Ханты-Мансийский приглашает посетителей проверить свои знания в этнографии. Для всех участников акции вход в учреждение свободный. Добавлю, диктант призван привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Способствует укреплению согласия межэтнического мира и национального единства народов России. Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтьюганск и Советский. Юных спортсменов этих городов объединяет одно – любовь к спорту. На фестивале смешанных единоборств, посвященный Дню народного единства, собрались более 100 участников, которые соревновались на ринге и татами. Я с удовольствием вас приветствую сегодня на этом фестивале. Я уверен, что он станет традиционным. Ребята, я искренне горжусь вами, потому что вы в спорте. Каждый из вас представляет свой вид спорта, представляет свою спортивную школу. Но самое главное, что вы представляете, сегодня российский спорт. Более 10 лет Ольга Кенева занимается каратэ. Многочасовые и регулярные тренировки в зале помогают ей достичь личных успехов и добиться значительных результатов. Сегодня она кандидат в мастера спорта России. На всероссийских соревнованиях «Малахитовый пояс», который проходил в Екатеринбурге, три года назад спортсменка продемонстрировала отличные результаты, выиграв два поединка среди девушек 16-17 лет. Спортивные достижения позволили ей войти в судейский состав. Теперь она контролирует ход соревнований различных уровней. Возможно, ребята попробуют разные виды спорта. Они сейчас увидят это и выберут для себя определенный вид спорта и смогут развиваться. Бокс, каратэ, самбо, рукопашный бой и борьба на поясах. На каждой спортивной площадке идет серьезная борьба, независимо от возраста. Приемы, защита и нападения отточены на тренировках. Уровень подготовки у ребят разный, однако у каждого есть воля к победе и, самое главное, уважение к сопернику. Национальные виды спорта, это у нас как бы идет развитие в городе, у нас именно национальных видов спорта. Стараемся развивать их. И получается, к этому фестивалю, получив выиграв грант, это у нас проект целый, мы готовились целый год. И сейчас будем реализовывать его. В фестивале смешанных единоборств принимали участие как опытные спортсмены, так и новички. На каждой спортивной площадке участники фестиваля были отмечены кубками за волю к победе, за самый красивый бой и лучшую технику. Кроме того, воспитанники спортивных школ стали обладателями медалей за первые и вторые места. Аружан Тулеш, Никита Павловский, Нягонский телеканал, специально для телеканала Югра. В Югорске на базе подразделений пожарной охраны подобные соревнования проходят ежегодно. Школьники активно принимают в них участие. В течение года ребята усердно тренируются, чтобы на состязаниях показать свои лучшие результаты. Соревнования у нас традиционные, у нас уже секция, здесь более 20 лет приходится. Это спорт силы, сильных, смелых и отважных людей. Он начинался в 1937 году, и в этот год будет праздновать 85-летие этого спорта. Это, скажем, азарт, это борьба бескомпромиссная, это новое, это знакомство. Во-первых, и дальнейшее. Кто-то может, хочет связать свою жизнь с пожарным, спасательным спортом, а еще дальше, если заглянуть, то может дальше пойти служить МЧС. Что это дает бонус при поступлении в наши вузы системы МЧС. Поприветствовать и поддержать юных спортсменов пришел глава города Югорска Алексей Харлов. Первый раз в этом зале. Коротко, сам имею прямое отношение к спорту, когда-то тренировал ребят. Поэтому желаю вам без травм и показать все, на что вы способны. Всему, чему готовились, показать самый лучший результат. Мы хотим, чтобы дети наши продолжали расти, развиваться, попали в окружную сборную, может быть и всероссийскую, потому что много примеров уже, много детей у нас сейчас являются членами, постоянными членами сборной округа, сборной России по пожарно-прикладному спорту. Мы 17-кратные чемпионы страны, непобедимые. Нас никто не может обыграть по деткам. Делаем большие ставки на молодежь, на патриотизм, на воспитание детей, силе, выносливости, терпению, работе в команде. Ну, все самые волевые, добрые качества в детях пытаемся воспитывать в нашем уютном зале. Сегодня ребятам необходимо было на время преодолеть дистанцию, а затем совершить подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа. Первыми к старту вышли девушки в возрасте 11-12 лет. Некоторые из них уже имеют большой опыт и являются действующими участниками сборной команды автономного округа. В прошлом году у нас тоже были соревнования. Меня взяли, но я решила попробовать и как-то зацепил меня этот спорт. Я жду высоких результатов своей команды. Других тоже очень верю, но своя как-то роднее, люблю ее в сердце. Вообще это достаточно сложная дисциплина, но есть еще полоса препятствий. Она, наверное, более сложная, но тут ее нету даже просто. Ее тут невозможно сделать, потому что тут 30 метров, а она стометровая. Я буду поступать в МЧС, потому что мне это очень интересно. По итогам соревнований будет выявлена лучшая школьная команда, а также определены сильнейшие спортсмены. Из них будет сформирована городская сборная по пожарно-прикладному спорту. Ребята представят Югорск на региональных состязаниях, которые состоятся в ноябре и декабре этого года, а также поборются за место в составе сборной округа.